Меня зовут Светлана, я живу в Пскове. Я являюсь мишенью психотронного террора уже два года. Я знаю конкретную дату своего начала открытого психотронного террора 12 мая 2012 года. До этого приблизительно полгода была скрытая фаза. Я ее полускрытая фаза, потому что я поняла, что это было воздействие только тогда, когда начался уже открытый психотронный террор. Начало меня перед 12 мая ввели в резкий стресс, и потом резко 12 мая начался открытый психотеррор. То есть начался открытый гангсталкинг, преследование машин, и особенно гангсталкинг на работе. Коллеги, я с ними проработала год, это были замечательные люди, добрейшие. Началось скандал на работе, начали меня оговаривать. В течение трех месяцев меня с работы все террористы убрали. Мне пришлось уволиться. Самое по собственному желанию, пока начали говорить о том, что не пора ли тебе психушку. Я уволилась сама. В течение лета 2013 года вокруг меня постоянно ездили машины, люди неадекватно себя вели, машины все время сигналили везде, где не ехала. То есть провоцируют аварийные ситуации, срабатывают сигнализации машин. Я потом устроилась на другую работу, я работаю у своей подруги. Но на этой новой работе продолжается то же самое. То есть мне влезают в компьютер, читают письма, их прячут. Когда я звоню поставщикам, поставщики на том конце провода, то есть это Москва, Питер, путаются, пишут неправильные счета. Иногда говорят какую-то нелепицу, причем они об этом сами потом не помнят. В это же время началась подстройка под телевидение, подстройка под радио, под музыку. То есть фразы меня выводили на телевизоре, чтобы я слышала с телевизора угрозы в свой адрес. Например, перепиши квартиру, детский дом или мы тебя убьем. И вот с самого начала, как все это началось, меня постепенно в течение полугода вывели на страницу ВКонтакте. Эта страница, я знаю сто процентов, страница пситеррористов. То есть и на ней потом, постепенно, пока я ее читала, я еще этого не понимала, это я сейчас знаю, что это как бы она, возникла фраза. Я хочу собачку, мне скучно без собачки, безумно хочу собачку. И дальше потом, вот когда началось вот это вот все, начало открытой фазы, вокруг меня постоянно вились собаки. Под моим окном, вот квартира, целая стая собак в течение, наверное, недели танцевала. И куда бы я ни шла, постоянно выходили люди с собаками, или я выхожу из магазина, навстречу мне идет человек с собакой. То есть они мне говорили, что все люди собаки, и ты собачка. Мол, мы вас, ну, якобы дрессируем. Значит, дальше постепенно, ну, как бы информацию мне вводили дозированной. Вводит сейчас, я так понимаю. Постепенно началось, как бы, сценарий дней. То есть мне проводили сценарий, например, дьявола. Потом был сценарий инопланетян. Или, как бы, например, сценарий дней. Ну, вот, например, один день, я вижу целый день попов. Там, например, второй день, мне все люди разные, причем люди, знакомые, незнакомые, говорят одни и те же фразы про погоду. Или вот про какого-нибудь там ангела. Ну, то есть я от разных людей, причем не только в Пскове, слышу и из области звонящие. Мне говорят одни и те же фразы. Дальше, наверное, через полгода началось чтение мыслей. То есть мне показали, что мои мысли читают. Я, например, о чем-то думаю. В то же время эту мысль мою озвучивает, например, коллега по работе. То есть точь-точь, вот буквально мыслить до предложений. Ну, полностью там даже предлоги. Там озвучит директор или озвучит мой муж. Может, по телефону эту фразу быстро озвучить мама. И потом я поняла постепенно, что... То есть читают не только мои мысли, но и мысли моих знакомых. И, опять же, она в обратном порядке вкладывает мне их в голову. То есть я их озвучиваю. Так, что еще было? А, перед тем, как вот началась открытая фаза, мне в компьютер воткнули две программы слежения. Как бы я это поняла, ну, постепенно. Потому что, то есть я в компьютере, например... Нет, куда-нибудь выхожу, например, ну, в ванну. Прихожу из ванны, в компьютере письмо. Ну что, сходила в ванну. То есть я понимаю, что реально, как бы, как это может произойти. Я отдала знакомому компьютерщику свой ноутбук, чтобы он посмотрел, нет ли у меня чего там внутри ноутбука. Он посмотрел компьютер, принес и сказал, даже вот помню его фразу, он сказал мне, да, действительно, у вас нет паранойи. У вас на компьютере стоят две программы слежения. Одна вотнута через интернет, а одна введена вручную. То есть ваш компьютер, кому вы отдавали компьютер? Ну, я сказала, что я его оставляла буквально вот перед началом открытой фазы себя на работе, тоже компьютерщику установить в программу на сутки. Похоже, возможно, ну, этот человек мне эту программу и ввел. Но только я не уверена, что он об этом, как бы, уже помнит. Я думаю, что он не участник птицетерора, он просто, как бы, ну, под влиянием ее, эту программу ввели. Дальше в компьютере у меня меняют сообщения, меняют сообщения ВКонтакте, то есть уже отправленные. Я писала в группу техподдержки ВКонтакта, возможно ли такое? Отправленное сообщение уже, изменить его текст. Мне сказали, что такое просто, вообще, теоретически невозможно, отправленное сообщение поменять текст. То есть там ответили. Хотя у меня это делали неоднократно. Также у меня вот ВКонтакте, не ВКонтакте, а в интернете, я, например, выхожу на какой-то сайт, выхожу на сайт ФСБ, а там идет тема промосонов. Значит, я закрываю этот сайт, выхожу снова на него, и уже нормальный обычный сайт ФСБ, ну, то, что там должно быть. То есть они делают дублирующие сайты, двойники, копии, как бы, этих, чтобы я, например, вышла на сайт, да, увидела, что там про масонов, уж как это, ФСБ, масоны. То есть потом это благополучно все, ну, убирают. Я так несколько раз, вот так, они мне подводили вот эти вот дублирующие сайты. Влезали в телефон, то есть мне в телефон несли программу какую-то, пришла она смс-сообщением, в котором потом у меня стерлись все мои видеозаписи, которые я пыталась вести в начале психотронного террора, когда я еще не понимала, что со мной происходит. То есть записи эти все удалились. Тоже в самом начале террора, вот в июне месяце, у меня запищал телефон. Запищал, начались какие-то шумы, треск, об этом не стали говорить мои друзья. То есть вот у подруги запищал, там у мамы запищал телефон. Запищал телефон даже у родственницы в Санкт-Петербурге. Она мне звонила, говорит, у меня тоже какой-то писк и треск непонятный в телефоне. Это потом тоже постепенно прошло. Также в течение первого года психотеррора мне моделировали сны. Вот когда была тема про дьявола, якобы вот мне в голову ночью я спала, мне в голову резко, видимо, ударили лучом, что я почувствовала, и мне начал сниться сон про дьявола. Как будто меня за ноги таскает дьявол. А, и как раз в это время я, наверное, не спала 5 суток. Я пыталась заснуть, а они мне дергали тело. То есть ровно 5 суток я не спала вообще. Потом я заснула, буквально как-то приснула на 15 минут, но я выспалась. То есть потом уже, ну, в дальнейшем мне досыпа не требовалось. То есть как будто я за эти 15 минут отдохнула, ну, как бы я бегала энергично, и то есть у меня не было ощущения недосыпа. То есть я, скорее всего, воздействую на какие-то области мозга, чтобы человек, ну, видимо, не чувствовал себя уставшим после такого. Потому что, ну, нормальный человек после 5 суток не спания, то есть он будет понятно, как чувствовать, да. Дальше у меня началось физическое воздействие тоже. Это, наверное, в течение, ой, спустя 3 месяца. То есть у меня это воздействие я теперь ощущаю постоянно на голову, и уши, и глаза. То есть у меня бывали разные по размеру зрачки. Соответственно, от этого вот зрение у меня как бы я, ну, как, смотрю, как будто я смотрю на все издалека. Нереально, вот, а издалека. Я смотрю на себя в зеркало и вижу, у меня один зрачок маленький, другой большой, который прямо на глазах у меня потом ровняет. То есть, ну, они выравниваются в размерах. Я очень слышу уже 2 года, очень, очень громко слышу звуки. Потому что я чувствую воздействие на уши, ну, и на голову. Раньше, как бы, тоже воздействие на голову, оно пошло постепенно. Вначале у меня вот было ощущение каких-то вот небольших таких волнений в голове. Потом началось, как бы, такие вот колючие воздействия, да, и как будто у меня в голове что-то переключается. И было вплоть до того, что у меня закладывало полностью, например, вот пол головы, такое ощущение, что вот у меня как отмороженная, как будто бы не работает, и ухо не слышит. То есть, я говорю, меня отдает в левое ухо этот разговор. Сейчас это, как бы, снизилось, вот спустя, наверное, год. Я уже таких, ну, не ощущаю этих воздействий, вот таких сильных на уши. Но на голову мне воздействуют все время постоянно. Я уже, как бы, да, наверное, даже к этому привыкла. Делают точечные боли, дергают тело, все, вызывают возбуждение. Как-то уложили со спиной меня. То есть, делали боль сильной в спине. Она мне болела две недели. Мне было не вылечиться. Я все-таки потащилась на работу. И на работе буквально за пять минут я даже почувствовала, как. Мне это все, как бы, боль в спине ушла. Ну, то есть, делали боли в матке сильные, в кишечнике, в рвоту. Но боли у меня, вот, ну, как бы, непостоянные. То есть, периодически сильные боли делаю. То есть, они, конечно, ну, наверное, можно сказать, терпимые. Но на голову, уши у меня и глаза воздействия постоянные. Ну, что еще? Долбали машину. Ну, то есть, мне прокалывали дистанционно колеса. Мне прокалывали каким-то образом, я не знаю, как это делается. Я не могу понять. Вот между крышей машины и врезкой стекла, наверное, дырку. Потому что, когда шел дождь, у меня в машину лилась вода. А потом это все благополучно проходило. То есть, больше этого не было. Это было как-то разово. В доме появлялись непонятные пятна воды в прихожей. Но, опять же, это в течение, например, какого-то определенного времени. Так, две недели. Я прихожу, у меня пятно в прихожей. Я его убираю. На следующий день прихожу, у меня опять это пятно я убираю. Ну, вот так вот, наверное, в течение двух недель. Потом пятна сажали на одежду. Ну, как бы якобы случайные пятна. Вот я там, например, не закрутила какой-то колпачок с чем-то, с красящим, да, и на себя выливаю. Так же благополучно эти пятна они потом убирали. То есть, я вот кидаю одежду в стирку. Думаю, ладно, попробую отстирать. Оно не отстирывается. Потом я уже это закину, эту вещь куда-нибудь. Потом достаю, пятен нет вообще. То есть, как будто ничего не было. Сейчас даже не вспомнить. А, устраивали игры с деньгами. То есть, например, я кладу в карман 18 рублей на проезд. Я знаю точно, что я положила 18 рублей. Например, там 10, 5, там 2 и 1. Я прибегаю на автобус, например, у меня рубля нет в кармане. Ну, вот так, такими мелочами. Или, наоборот, могли добавить. Я кладу, например, там 2 рубля и рубль в карман. Вот тут же через минуту буквально. Вот я сунула руку в карман, да, тут же вынимаю. У меня, например, уже 2 и 2 рубля в кармане. То есть, это я тоже не понимаю, как делается. Последний год моделируют события с заглядыванием, ну, как бы, с проецированием будущего. Например, то есть, какие-то происходят цепи событий. И в конце концов, я не понимаю этой цепи событий, к чему они ведут. И в конце концов, какое-то происходит событие. То есть, например, кто-то разбивается на машине. То есть, до этого я вот, потом этот пазл, как бы, у меня складывается, да, что вот то, что они до этого говорили, оно к этому и вело. Ну, как бы, это сложно объяснить. Ну, вот, например, я в интернете смотрю какие-то картинки. Потом что-то мне становится интересно. Почему-то происшествие с животными, например, там на трассе. Меня вообще это, ну, никогда не интересовало, но тут становится почему-то интересно. То есть, я открываю, например, там фотографии машину сбила лося. На следующий день я вижу эту информацию в группе, в которой я состою, что сегодня ночью, например, такая-то машина столкнулась с лосем. Ну, вот и в основном, вот как вот эти вот такие моделируемые события, они происходят, когда вот, ну, приводящие к авариям в конечном счете. Да, еще хочу сказать, что похоже, что ВКонтакте, то есть группа, в которых я состою в интернете, очень много под разными никами, причем они выкладывают не только пустые ники, например, там с картинками, с открытками, они выкладывают ники с фотографиями каких-то людей. Да, может быть, это уже умершие люди, потому что ведь это дело, я уже узнавала, подсудное использовать чью-то фотографию, например, да, на своей аватарке. Скорее всего, они используют чужие фотографии, и с этих фотографий так же провоцируют вот меня, то есть пишут мне, какие-то вопросы задают, бывает, даже начинают задавать вопросы, как будто бы мне верят, что есть психотронный террор, да, начинают у меня об этом спрашивать, и тут же в конце разговора резко все меняется, да, ты придурочная, ложись в дурку, как бы, и потом эта страница удаляется из контакта. То есть, ну, появляется новая такая же какая-то вот страница. Кто-то другой начинает мне там писать, да, я тебе верю, я согласен, там, например, это страшно, потом опять в конце, и ты придурочная, типа, пора лечиться, и опять страница удаляется. Ну, а в общем, вот после, Светлана, если в общем, после, за два года ваше положение ухудшилось, имеют финансовое, да, конечно, все, да? Да, за два года мое финансовое положение ухудшилось, я могу сказать, буквально даже не в два раза, ну, то есть, а раза в четыре, то есть, вот я, меня уволили с хорошей работы, на этой работе я тоже вижу, что они мне показали, что они могут, то есть, я завишу от того, будут у меня клиенты или не будут, то есть, они мне на электронную почту завуалированные письма тоже присылали, дали мне понять, что работа тоже под контролем. То есть, у меня бывают провалы в зарплате, пока мы, конечно, держимся, но у меня взяли за мужа, то есть, он у меня всегда, всю жизнь работал, я с ним живу 20 лет, то есть, он всегда был работящий, всегда хотел на работу, сейчас он с декабря месяца, где он не устраивается, ему либо не платить вообще денег, просто, а вот просто, вот, говорит, денег нет, и все. Он увольняется, куда-то в другое место приходит, там начинает на него кто-то заводиться, начинаются скандалы, то есть, практически с декабря месяца, вот, по сегодняшний день он работает периодически, ну, мы живем практически, вот, получается, то, что он там случайно заработает, халтурит, да, и на мою зарплату, который тоже, ну, его начали сейчас в последнее время спаивать, причем, как бы это сказать, ну, то есть, он уже начинает пить у меня каждый день, я, ну, пытаясь как-то там словами, там, уговорами, угрозами, там, плачем его как-то, ну, привести в чувство, это вот, я вижу, что это вообще бесполезно, то есть, они говорят через него, у меня, как бы, у меня у самой нет голосов в голове, то есть, мне говорят всегда через других людей, то есть, когда они мне показали, что читают от моей мысли, да, читают мысли других, мои всовывают мне, и, как бы, ой, мои, говорю, мои всовывают с окружающим, окружающих мысли мне, они начали мне говорить вот через других людей, то есть, я вижу, что, как бы, на него тоже воздействуют, воздействуют на мою маму, воздействуют на всех моих подруг, на случайных окружающих, то есть, вот, что-нибудь такое нелепое может мне, например, продавщица в магазине сказать, да, вот я уже как-то рассказывала историю, и обгоняю маму с ребенком, маленькая девочка, года четыре, она идет с игрушкой в руке и тут же говорит, как бы, ну, что, собачка не хочет, собачка не хочет, как бы, ну, последние полгода мне начали, не знаю, как это назвать, втирать или что, что меня, как бы, очень сильно любят, но я их не слушаюсь, как бы, вот, вот эта вот тема, и вот, как раз девочка мне говорит, что собачка не хочет, но якобы не хочет с ними быть, то есть, вот так, как бы, чтобы понятнее-то было. Светлана, у Вас не было конфликтов с МВД, где-нибудь со спецслужбами, с соседями? Нет, потому что дело, что я человек абсолютно не конфликтный, то есть у меня практически в жизни даже, я бы сказала, что никаких таких каких-то серьезных конфликтов никогда не было. Друзья все, с которыми я дружу, я дружу по 20-25 лет новых, каких-то ушедших, вот, например, с которыми я разругалась, да, то есть, и они пропали, у меня такого не было. Единственное, что вот я разругалась, да, вот, на той работе, с которой все началось. Я ушла оттуда со скандалом, потому что я тогда еще не понимала, что это происходит. Меня там начали оговаривать, там, врать, что то я опаздываю на работу, там, то еще что-нибудь. Причем вот, говорю, когда ругаться, злиться, и как я только, я начала включать диктофон, как только я включаю диктофон, чтобы записать хотя бы это, да, сразу, моментально все прекращается. Все ведут себя хорошо, у меня милая начальница, милые две девчонки, с которыми я работаю. То есть, я выключаю диктофон, у меня опять начинается, вот, они злятся, они друг с другом начинают, вот, то есть, начальница говорит на «ты». То есть, хотя этого я отработала до этого год, это были добрейшие, милейшие люди. На «ты» никакого там с начальником у нас принято не было, да. То есть, у них проскакивают фразы на «ты», они звонят там центральному директору по телефону, говорят «ты». Хотя, директор намного старше, то есть, и такого у нас никогда не было, ну, не принято, да. То есть, вы не знаете, да, откуда это все было? Нет, я не могу сказать. То есть, такое конкретно? Я не могу сказать, потому что, я говорю, как бы, я нигде не пересекалась, ни с кем не скандалила, я никого не оббирала, там, вот так сказать, ну, как, нигде не воровала, то есть, я говорю, вообще, достаточно человек такой, ну, можно даже сказать, закрытый. У меня свой круг русских друзей, у меня их никогда не прибавлялось, то есть, да, ну, с кем-то я, естественно, есть знакомый, но я тоже с ними никогда не ругалась. Я не могу сказать. Хорошо, спасибо, все равно. Кстати, вот так. Вот так вот. Продолжение следует...